Поскольку этот канал когда-то начался с разбора клипа Deutschland группы Rammstein, то вот подумалось мне, не тряхнуть ли стариной. И на самом деле делать-то этого не хотелось, но просто личку завалили сообщениями на эту тему. И сразу предупреждаю, это не полноценное видео, к каким зрители данного канала уже привыкли. Ни тебе копания до кайнозоя, ни морпехов, ни титров. Так что не надо это видео полноценным роликом воспринимать, просто короткая реплика. Ну ладно, пара коротких реплик. Что ж, спустя два года тряхнем стариной. Старину зовут Тиль Линдеман. И вот главное лицо группы Rammstein в рамках своего сольного проекта под названием «Линдеман» выпускает очередной клип, который, вот так сюрприз, снова взбудоражил общественность. К счастью, в этот раз обошлось без порнушки. Ну а так или иначе, как в рамках работы в музыкальном коллективе, так и в рамках отдельного от рамов проекта, есть неизменная черта, так сказать, творческий почерк. Мрачноватый эпатаж, шокирование публики и старание выбить зрителя из зоны комфорта. Было бы странно, если это для кого-то новость. Да, при исполнении песни «Любимый город» Тиль Линдеман был максимально аккуратен и сдержан. Ну так это и не его творчество, по большому-то счету. Но вот в день защиты детей выходит клип «Я ненавижу детей». Ну и что тут удивительного? Это тот самый характерный почерк. Странней было бы, если бы песня называлась «Давайте защитим детей». Хотя, в общем-то, клип об этом. И вот самое начало. Москва, СССР, 1989 год. Сначала давайте-ка разберемся с газетой. Какие потаенные смыслы она таит? Никаких. Это реклама. Продукт-плейсмент в клипе. Это название бренда. Это их логотип. И это всего-навсего реклама беспроводных наушников. Ну а надписи как бы сами по себе намекают. Вот и все. Далее мы видим ребенка, мы видим главного героя, а точнее антигероя этого клипа. Тут, я надеюсь, не надо объяснять, что это один и тот же человек, хотя я, в общем-то, уже объяснил. Ну а дальше типичная в наше время, увы, ситуация. Травля в школе. Дети в отсутствии жизненного опыта, достойных моделей поведения и должного воспитания существа жестокие. И часто бывает, что самый слабый в такой группе становится объектом постоянных нападок. Травли. После выхода клипа некоторые, обозрев его, поспешили заявить, что, дескать, мальчик-то был того из нетрадиционных. Потому в своем взрослом виде, который изображает Линдеман, он в какой-то там юбке. Вообще ничего, на самом деле, на нетрадиционность пацана не указывает. У него и машинка на парте, а не какая-нибудь игрушка, более характерная для другого гендера. Но если вспомнить большую часть маньяков из масс-культуры, то немало их рядилось в женские одежды. Так режиссеры демонстрировали их отклонения в психике. И просто это уже стало узнаваемым образом. А здесь ведь тоже маньяк. Это же совершенно очевидно. То есть, травля ребенка вырастила из него маньяка-психопата. Что мы и видим в сценах, снятых в стиле клипа «Смак май бич апп», то есть от первого лица и в динамике. И это, в общем-то, сцена расправы над бывшими обидчиками. Ну а дальше допрос, суд и нарисованный взрыв поверх автомобиля «Москвич». Ну да, тут еще и намек на насилие в семье. Антигерой в силу того, что из него выросло, и семью свою держит в страхе. Ну и все, что тут еще разбирать? Ладно. На самом деле, соответствия между текстом песни и видеорядом до обидного мало. Разве что в самом начале, когда он явно собирается куда-то уезжать. В самой же песне обыграна ситуация, обмусоленная миллионы раз и очень часто встречающаяся даже у различных стендап-комиков. Да что там, эта ситуация знакома многим людям, кто часто летает самолетами. Орущий в салоне самолета ребенок. И вы, входя в салон самолета, помните номер своего места и, слыша этот крик, опасаетесь, как бы не находиться рядом с ним. А потом оказываетесь перед фактом, что ваше место все-таки рядом с ним. И вы сначала спокойны, стараетесь не обращать не это внимания, но вас это начинает беспокоить все больше и больше. Упомянуты в песне и родители этого чуда, то есть чада, маме пофиг. Она читает журнал и ест яблоко, предоставив ребенку сводить с ума пассажиров этого самолета. А папаня дрыхнет дословно, как камень. И вот вы, сидя в самолете, пока эта орущая глотка пилит вам нервы, задаетесь вопросом, можно ли ненавидеть детей? А потом заставляете себя не впадать в такие крайности? Вы говорите себе нет. Нет, я люблю их. Будто уговариваете себя. Да, я люблю их. Больших и маленьких. Но только если это мои дети. Получается эдакий панчлайн. Я люблю детей, если они мои. И если это мои дети, то насрать мне будет на этот шум, который беспокоит других. Я буду читать журнал, как маман этого исчадия, или дрыхнуть, как его папаня, словно камень. Однако, если же это чужой ребенок... Прям история про меня и моих соседей сверху. Сука, до слез. Так что видеоряд очень далек от текста. Даже в самом начале объявляется посадка не в самолет, а в пассажирский поезд. И да, в песне упоминаются некие классы. Школьные? Или, может быть, классы по Марксу и Ленину? Или все же пассажирские? Летишь ты первым классом или эконом-классом, а ручий ребенок может не давать тебе покоя внушительную часть этого полета. Ну хорошо, я понимаю, что беспокоит массу людей. Антисоветчина. Правда, я не уверен. А есть ли она тут? Тем не менее, увидеть-то ее легко. Особенно, если захотеть. Но вот это я вообще комментировать не буду. Тут крайне тяжелый запущенный случай. Но следует понимать, в последние годы эксплуатация советского антуража, некой советской эстетики, показала себя как весьма кликбейтная, хайповая и обращающая на себя внимание тема. С антисоветчиной ли или же без? В кино, как в нашем, так и не только в нашем. Надо понимать, что на это обязательно обратят внимание. Об этом обязательно будут говорить и спорить. И это так или иначе зацепит. Ну вот, например, давайте-ка зайдем на страничку проекта Линдеман. Ну вот, например. Или же вот обложка Blu-ray диска с записью концерта. Да и в YouTube контенте такое можно встретить. А именно, эксплуатацию, ну или использование советского антуража, или некой советской эстетики. Взять того же Лапенко с его антуражем позднеперестроечной или постперестроечной эпохи. Думаете, я зря вспомнил про Лапенко, про которого многие уже успели забыть. А давайте-ка уберем всех из этой локации. Как видим, в данном случае даже локация одна и та же. И то и другое снимали в Институте горного дела имени академика Скачинского, в подмосковном городе Люберцы. Люберецким привет. И когда поблизости есть заброшка в виде разоренных предприятий, корпусов учебных заведений, оставшихся от предыдущей цивилизации, или дышащего на ладан некогда могучего института, то такое и снимать, в общем-то, просто и даже не очень дорого. Но даже дело не в том, дорого это или дешево. Это же буквально модно нынче. Ну вот, например. Смотрите, фрагменты клипа Пирожкова. Звук не буду включать. Режиссер Сергей Грей. И, между прочим, он же снял клип Тиля Линдемана. Но давайте посмотрим, что он говорит в одном из своих недавних интервью. Найти это интервью в интернете совсем не сложно. Часто артист приходит с полностью готовой идеей, а иногда просто задает вектор. Есть еще третий вариант, когда у артиста нет идеи, а он ждет предложение от тебя. Вот здесь начинается поиск сюжетов. Я могу включить песню, даже в самом начале зацепиться за важные для меня слова, и уже в голове будет вырисовываться картина. А бывает, что гоняешь песню не один десяток раз, и она ни на что тебя не наталкивает. Любой звук, любое движение может навеять на мысль, и ты никогда не поймешь, почему она пришла. Еще бывает, что ты в песне видишь один смысл, а артист вкладывал в нее совершенно другой. Вопрос, бывало ли такое, что на съемках тебя посещала идея изменить финал клипа или его сюжет? Кардинально ничего не менял, но обычно, приезжая на съемочную площадку, артист знает только о пяти сценах, которые будет снимать. А когда он уезжает, мы снимаем не пять, которые были заявлены, а восемь. И я всегда стараюсь снять больше, чем говорю артисту, главное, чтобы мы успевали. Часто меняем что-то, но это совсем по мелочи, в смысловом плане, а по визуальной составляющей, да, можем многое поменять в процессе. В первую очередь, критика или похвала полетит именно в его адрес. Потому что всегда смотрят на артиста, и только потом на режиссера. А иногда и до режиссера не доходят. Я не против экспериментов, но должно быть уместно. То есть тут-то вопросы следует задавать в первую очередь все-таки ему, режиссеру. Что он имел в виду? Таким видео рядом. Какие доводы он привел автору песни про чувака, который на самом деле в самолете летит с несносным орущим непоседой? Он решил, что это уместно. Тем более, через клип задается второй смысл песни. Поднимается проблема буллинга в школе. Весьма актуально, особенно сейчас. И, кстати, да, весьма иронично, что незадолго до этого клипа я выпустил двухсерийное видео, в котором в том числе рассказывается про человека, которого травили в детстве, заставляли одевать девичье платье в школу. И из него вырос Чарльз Мэнсон. Ну что ж, хорошо, музыкальный клип говорит языком образов. И лучше работает образ школы не просто через детей, а через детей одинаково одетых. Но у нас сейчас нет обязательной школьной формы, а такой образ легко узнаваем. А может клипам хотели сказать, как в СССР сначала в школе подавляли личность, а потом он вырос и сама система продолжает подавлять? Даже в некоторых обзорах это назвали офицером КГБ. Но это не КГБшник. Это даже не милиционер. Это Рева в форме милиционера. И идея с подавлением не работает. Ведь мент начинает бить антигероя после того, как зрителю показали, что этот маньяк творил. Ну а в песне есть слова «Наверное, Бог меня накажет». Ну за то, что пассажир самолета позволяет себе гневаться на ребенка. Ну с таким же успехом тогда в этом милиционере можно увидеть и Бога карающего. Ну или как быть с подобной композицией кадра? В один ряд советские флаги, бюст Ленина и учительница, которая заступилась за бедного ребенка, которого обижают. Они на одной стороне. Ну или как можно интерпретировать вот это? 1989 год. Это по сути финиш катастройки, в смысле горбострофы, то есть перестройки. Это конец СССР. Ну а дальше? Свобода? Твори что хочешь. Здравствуйте, святые девяностые. Ведь так же тоже можно интерпретировать клип. Ну тогда неудивительно, что Ленин кровавыми слезами плачет. Хотя это в общем-то довольно клишированный визуальный прием. Наверное, будь здесь другая статуя, то кровоточила бы она. Еще один момент. При помощи красного цвета можно удерживать внимание зрителя, а также делать нужные акценты в видеоряде. Вот, к примеру, еще один клип о буллинге в школе. И основан он на реальных событиях. Группа Pearl Jam. Песня называется «Джереми». 8 января 1990 года 15-летний школьник из Техаса Джереми Уэйт Делл застрелился в классе на глазах у своего учителя и одноклассников. Газетная заметка об этой трагедии вдохновила музыканта Эдди Ведера написать песню «Джереми». А затем вышел клип. И несмотря на то, что в большинстве американских школ также нет обязательной формы, здесь дети одеты одинаково. Просто потому, что это лучше работает в визуальных образах. Ну и акцент на красном. Еще. Здесь. Тревожный акцент. Кровь. А если берешь советский антураж, то тут и вольности для игры с красным цветом гораздо больше. Ну и еще одна причина, по которой я напомнил о клипе Джереми. Увидев его много лет назад, я не понимая ни единого слова в песне, точно понял, о чем эта песня и ее идею. А в случае же с этим клипом, смысл песни один, наполнение клипа другое. И нам как бы говорят, думай, что хочешь. Хоть так, хоть эдак. В общем, сильно глубоких смыслов я бы тут не искал. Режиссер скорее всего решил, что таким образом клип привлечет к себе больше зрительского внимания. Может даже по аналогии с Дойчлендом. И судя по тому, как мне заспамили личку с ссылками на этот клип и соответствующими вопросами. Он мыслил в правильном направлении. Но все-таки это не Дойчленд. Оттого и заниматься разбором этого клипа не столь увлекательно. А больше, пожалуй, и добавить-то нечего. Вот такие несколько реплик у меня имелись на эту тему. Берегите детей, да и себя тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова